Мои исследования показали, что понятие будущего – это физическая величина. Я видел, как у каждого человека есть свой запас будущего. Если этот запас уменьшается, человек может получить шизофрению, онкологию, диабет или умереть. Так вот, запас будущего связан с состоянием нашей души. Оказывается, душа производит будущее. Энергия будущего производится душой. Если у человека душа начинает усыхать, а душа начинает погибать, когда в ней нет любви, то у человека незаметно утрачивается будущее. И тогда начинаются болезни, самые тяжелые и неизлечимые. То, что мы называем синдромом иммунодефицита, СПИДа, болезнь, которая называется гомосексуализмом – рак, шизофрения, аутизм – это все болезни тех людей, у которых будущего практически нет. Это, по сути дела, болезнь души. Так вот, душу можно вылечить. И к этому сейчас вынуждены приходить многие ученые. Вот я сейчас летел в самолете и купил газету. Это самая популярная газета в России «Аргументы и факты». Вот что здесь пишут. «Устрани причину – уйдут болезни». Здесь очередная книжка, которая написана врачом, ученым. И здесь совершенно уже, можно сказать, нетрадиционный подход к современной медицине. Какие факты здесь приводятся? У некоторых хронических больных рано или поздно возникает резонный вопрос. Стоило ли тратить уйму времени и нервов на лечение? Кучу денег в аптеках и клиниках, если в результате многолетнего лечения здоровье не улучшилось, а наоборот ухудшилось. Это нормальная практика. Лечение переводит острое заболевание в хроническое, и человек болеет годами, но полного излечения не происходит. Главные причины смерти людей – мозговые инсульты, инфаркты миокарда. Предотвратить их медицина бессильно. Даже если пациент находится в лучшей больнице, такое лечение часто ускоряет печальный финал. Об этом иногда честно говорят сами кардиологи. Недавно на Международном конгрессе кардиологов Академик Часов сказал, несмотря на появление новых методов диагностики, колоссальный арсенал лекарственных средств и хирургических методов, эффективность лечения не только не увеличивается, но, судя по росту больничной летальности, смертности даже уменьшается. Врачи сейчас стали говорить о том, что если не устранена причина болезни, человека вылечить невозможно. И причиной болезни в последнее время все чаще называют стрессы, неправильное отношение к ситуации, депрессию, внутреннее недовольство собой и окружающим миром. То есть медицина официальная вынуждена признать, что причины заболеваний кроются в духовной, психической сфере. Сначала психическое действие, а потом физическое. Сначала заболевает психика незаметно в глубине, а потом начинает заболевать тело. В принципе, связь между нашими чувствами, нашими мыслями и нашим здоровьем замечали еще в древней Индии. Айурведа говорит о том, что характер человека сказывается на его здоровье. Именно в Индии возникло понятие кармы, закона причины и следствия. Если человек грабил, воровал и убивал, потом в следующей жизни то же самое будут делать люди по отношению к нему. Закон причины и следствия связывает наше поведение, наши чувства с нашим здоровьем и с нашей судьбой. Правда, в индийской интерпретации это звучит достаточно наивно. Вот ты плохо вел себя в этой жизни, в следующей жизни будешь родиться котом, собакой, баобабом и так далее. Но, несмотря на наивность этих утверждений, они имеют глубинный смысл, и они достаточно точны по своей сути. О том, что наше чувство, наше поведение сказывается на нашем здоровье, сказано в Ветхом Завете. В иудаизме четко говорится о том, что если человек нарушал заповеди, совершал преступления по отношению к другим, то его дети могут быть прокляты до десятого колена. Они будут болеть, у них будут несчастья. То есть четкая связь между поведением человека, его здоровьем и его судьбой. Если почитать Новый Завет, мы увидим то же самое. Христос, излечив человека, говорил, иди и больше не греши, чтобы с тобой не произошло еще более чего-то худшего. То есть мы видим везде одно и то же. Наши эмоции, наше поведение неизбежно сказываются на нашем здоровье и на здоровье наших потомков. Когда я начинал свои исследования, я об этом не подозревал. Но проходили годы, накапливался материал, и все мои выводы, как оказалось, точно подтверждают все, что было сказано в Новом и Ветхом Завете. Да, действительно, существует внутренняя связь между родителями и детьми. Да, действительно, любое наше слово, чувство и поведение, любой наш поступок кодируется в наших духовно-полевых структурах, в нашем подсознании. И рано или поздно нам приходится за него отвечать. Что посеешь, то и пожнешь. Самое главное, я видел, как человек, меняясь, изменяя отношение к окружающему миру, может изменить свое прошлое, настоящее и будущее. Выздоравливали дети, проходила онкология. Поэтому я стал писать книги. Мне хотелось... Главная моя цель была... Это... дать людям те знания, при которых я не нужен. Написать книгу, чтобы люди без моей помощи сами могли меняться и преодолевать различные болезни. В принципе, результаты я увидел уже через несколько лет. Не приходя ко мне на прием, прочитав книгу, люди избавлялись от онкологии, диабета, у них восстанавливались семьи, улучшалась судьба. И это было связано не с чудом, к которому мы привыкли. Это было связано с главным чудом. Изменение человека и понимание, что мы есть любовь, и что главное, что мы должны накапливать в душе, это любовь. И спасать, и сохранять. Что такое стресс? Это потеря того, к чему мы привязываем. Чем больше привязанность, тем больше стресс. В индийской философии есть выражение «болезни идут от привязанности человека к этому миру». В принципе, абсолютно точная формулировка. К сожалению, она дальше не развивается. Так вот, я убедился, что именно привязанность к различным аспектам человеческого счастья дает зависимость, повышает агрессивность, и дальше начинаются болезни. Врачи говорят, стресс может быть причиной рака, диабета и тяжелых других болезней. Но что такое стресс, часто врачи сами не понимают. Как преодолеть стресс? Как научиться его правильно проходить? Так вот, стресс – это не просто боль или что-то неожиданное. Стресс именно является потерей привычного образа жизни. Потерей чего-то дорогого, к чему мы привязаны. Кто не может переносить стресс? Тот, кто не может переносить потерю. Кто не может терять? Тот, кто не умеет жертвовать. Тот человек, который привык жертвовать, голодать, поститься, заботиться о других, этот человек стресс переносит легко. Этот человек в тяжелых ситуациях выживет. Я приводил статистику концлагерей, которую я прочитал в книге. Первыми умирали бандиты, преступники. Они не выдерживали стресса. Их душа была слишком привязана к деньгам, к значимости. Они были слишком агрессивны. Потом умирали обычные люди. Потом умирали аристократы. Потом самыми последними умирали верующие. То есть в тяжелейших ситуациях если кто остается в живых, то это верующие люди. Почему? Потому что верующий человек знает, что жертвовать надо. Что жертва очищает душу. Что жертва помогает любить. Что нужно заботиться о других. Нужно видеть божественную волю во всем. Поэтому прохождение стресса лучше всего удается человеку верующим. Но верующий – это не тот, кто ходит в храм или объявляет себя верующим. Верующий – это тот, кто понимает, что Бог есть любовь. Что нужно выполнять заповеди. Что счастье – это заботиться о ком-то и отдавать, а не забирать у кого-то. Если проанализировать десять заповедей, то их суть все они сводятся к чему? К первой. Первая заповедь – это Бог есть любовь. Бог един. Бог есть любовь. Так вот, человек, который идет к любви, он не будет воровать. Он не будет лжесвидетельствовать. Он не будет поклоняться еде, сексу, деньгам. Он не будет грабить, убивать другого. Он будет тепло, с уважением относиться к окружающим и к родителям. Он сможет воздерживаться от удовольствия. Он легче жертвует. Это портрет здорового человека. Как только мы уходим от заповедей, от их сути, от любви, мы начинаем жить нашими инстинктами. Мы начинаем привязываться к этому миру. Для нас все больше значат материальные и духовные ценности. Мы их не можем терять. У нас возникает сильнейший стресс при любой неудаче или обиде. Дальше идет накопление агрессивности в подсознании. И затем приходят болезни, несчастье и смерть. Почему я сейчас останавливаюсь на этой теме? Потому что сейчас наша цивилизация входит в этап изменений. Должна появиться скоро новая цивилизация. Мы будем другими людьми. Те, кто останутся вживу. Так вот, сейчас мы видим мировой кризис. Наблюдаем. Он только начался. Через год, через два, когда, по оценке специалистов, рухнет Америка, вот тогда начнется реальный серьезный кризис. Так вот, если люди, это будет сильнейший стресс для всех. Вот я интересовался насчет издания моей книги в Венгрии. Мне сказали, шансов нет. Спрос на книги в Венгрии в 2009 году упал на 40%. Последний год еще на 50%. Люди перестали читать книги. если кто-то что-то кому-то дарит, то только еду или одежду. То есть, все вроде бы живут чуть хуже. На самом деле, это сильнейший стресс. Но правда, я сказал, что в России народ будет умирать, но книги будет читать. потому что без заботы о душе, если мы будем только заботиться о теле, никакой стресс мы не перенесем. Так вот, сейчас мы входим в годы, когда будет постоянная стрессовая ситуация. если мы будем на стресс реагировать с ощущением страха, осуждения, недовольства, это все будет накапливаться под сознанием. Через 5-7 лет может быть взрыв болезней, катаклизмов, потому что наша энергетика сказывается на земле. От того, как мы правильно реагируем на окружающий мир, от того и выстраивается наша будущая судьба и здоровье. Так как мы воспринимаем мир, такое у нас внутреннее состояние и физическое, не только духовное, но и физическое в конечном счете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok